Деталь на разработку которой раньше уходили годы, теперь можно получить в течение нескольких часов. Лаборатория аддитивных технологий, передовой край мировой науки. Здесь рождаются новые конструкторские решения, а студенты набираются опыта перед началом серьезной научной работы. Сегодня достижения показывают губернатору. Дмитрий Азаров побывал в Самарском исследовательском университете имени Королева, чтобы ознакомиться со студенческими разработками. 3D-принтер, который сделали сами студенты, позволяет создавать деталь качеством не хуже заводского. Это больше как практическая работа. Конечно, но еще раз, как мы говорим, практикоориентированное обучение, что они как бы погружаются в среду и работают непосредственно на самой машине, и проектируют там траекторию движения, проектируют саму модель, оптимизируют ее. Ну и, конечно, когда машинка там такого детского типа ломается, то есть они, конечно, погружаются, непосредственно сами проектируют принтеры. Мы сейчас поменяли концевик, то есть у нас был электронный, поменяли на механический. Вот, потом мы сейчас меняли термопару, вот она вышла из строя. Сейчас мы должны найти новую. Какую курсу, тогда? У меня третий. Первый. День Святой Татьяны – праздник и православный, и светский одновременно. В университетском храме сегодня прошло богослужение. Сюда приходят многие верующие студенты, чтобы поставить свечку перед экзаменом и зачетом. Помню, что именно 12-го по-старому, 25-го по-новому января был основан первый в России университет. Сегодня 25 января – день всех российских студентов. Это еще и повод поговорить о делах насущных. Об этом шла речь на встрече главы региона со студентами высших и средних профессиональных учебных заведений. Она прошла в режиме видеоконференции. Площадка университета стала базовой, а на связи более 90 вузов и колледжей в разных уголках и районах Самарской области. Регион, известный всему миру своими традициями в сфере науки и техники, и в новой истории стал лидером. Научно-образовательный центр Самарской области инженерии будущего победил в федеральном конкурсном отборе и получил статус мирового уровня. Жесткая конкурентная борьба, в которой мы победили. Научно-образовательный центр инженерии будущего Самарской области, который объединил университеты, на самом деле, из девяти регионов. Мы своей работой, работой, которую провели за почти полтора года, не только создали систему управления НОЦИ, не только выстроили модели коммуникации, коллаборации, но и достигли конкретных результатов. 2021 год для региона юбилейно исполняется 170 лет оснований Самарской губернии. 60 лет со дня первого полета человека в космос, а 25 января, ровно 30 лет назад, в Самаре вернули историческое имя. Для исследовательской работы есть простор для творчества, причем как для технорей, так и гуманитариев. Важно создать комфортные условия для студенческого сообщества. Студенты-историки предлагают использовать аддитивные технологии для распечатки найденных артефактов в ходе археологических раскопок. Тогда уникальные находки можно будет не только увидеть в музее, их копии использовать как раздаточный материал на уроках. Мы планируем их изготавливать при использовании 3D-сканирования и 3D-печати в лаборатории аддитивных технологий нашего университета. Мы считаем, что очень важно при изучении истории показывать такие копии, чтобы дети могли не только их увидеть на картинке за стеклом в музее, но и потрогать, подержать в руках. Я очень рад вашему предложению, совершенно очевидно мы его поддержим. Более того, ведь вы, наверное, знаете, что у нас точки роста создаются в школах. И знаете, было бы здорово, чтобы вы не просто изготавливали, что очень важно, но еще и учили, да, и ребята, может быть, передавали вот ваши программные разработки, да, с описаниями как исторической, так и технической части. Прозвучали десятки других вопросов, которые касаются как научной, учебно-исследовательской работы, так и студенческого быта. Глава региона поддержал и ряд организационных вопросов, в частности, возрождение школ студенческого актива, так, чтобы те могли выявлять и решать многие проблемы. Олег Зверев, Константин Головин, События.